Мой апелляционный суд. Во сколько у вас судебный суд? Во сколько? Ну, где-то часов в 10, наверное. Утро? Да, да, да. И где-то он делался час, где-то к 11, наверное, закончился. Вы вышли в судебное судание? Я была возмущена несправедливостью, очередной несправедливостью. Встала с места и сказала, судья Ахметова, позор. Я в зале сказала, позор, и вышла из зала заседания. Вышла из зала заседания, у меня на голове был также белый поток. Белый поток – это древняя традиция, когда женщина, бросая в ноги даже воюющим сторонам, останавливала войну. Белый поток? Да. И вот этот белый поток, который у меня был на голове, я бросила под ноги, который там стоял в листове, даже настолько у меня захватили эмоции, очередной несправедливостью, что я даже не видела, кто вообще там был. Я бросила просто уже… Мне главное, что я была в этих стенах, которые считаются домом справедливости. Я была так возмущена, я была так обижена. Я гражданка своей страны, а со мной, как сказать, обращаясь все время, попирая мои права, как будто я никто в этой стране. Каждый раз, каждый раз втахтывая меня в грязь, унижая, оскорбляя, уничтожая моё человеческое достоинство, у меня всегда есть рука, как конституция. Каждый раз нарушает мои права. И я вот бросила этот платок в ноги и сказала «Позор, позор!». Я никого не оскорбляла. Я просмотрела заново то видео, которое я ввел в премьер-концертной записи, по-моему, Оскар Шегумаров, неслимуральский блогер. Я выписала все слова, которые я там говорила. Я говорила «Позор! Вот вам платок! Судьи должны быть независимы! Вы слуги народа! Вы принимаете неверные решения! Вы неверно поступаете! Судьи Ахмедов позор!». Я потом сказала «Проклятие нашей судебной системе! Будьте прокляты! Все прокляты! Проклятие нашему правительству! Будьте все прокляты! Это не дом справедливости! Затем я прочитала монолог Чарского «О суде и кто?». Вот передо мной была вот эта вот картина. Эта картина вообще... Здесь изображена скульптура, да? Вот есть один такой палантливый современный скульптор датский, Есгалшин. И вот здесь она вот ченопичная фемида, которую вот можно увидеть в Дании. Вот трехметровая фигура, она показывает зажравшуюся фемиду. Вот смотрите, вот она какая-то, большая, да, зажравшаяся. Сидеть на плечах белого, изможденного, несчастного мужчины. И табличка на постаменте гласит, «Я буду сидеть на его спине и делать многое, чтобы помочь этому бедняке, но никогда не слезу с его спины». Я вот это вот прочитала стихотворение монолог Чарского, «О суде и кто?» «Суде и кто?» И показала вот это вот, и сказала, это зажравшиеся судьи бедного, обездоленного народа. Вот я так сказала. Снова судьи во множестве учащихся? Судьи, да, конечно, «О суде и кто?» Это вообще из комедии «Горе от ума» Александр Грибоведов, русский дипломат, поэт, драматур, пианист, композитор, дворянин. Это классика, монолог Чарского «О суде и кто?» Я могу даже прочитать этот кусок. «О суде и кто?» За древностью лет, Свободной жизни их в рождании примирима, Суждения черпают из забытых газет, Ремен отчаковских и поколения Крыма, Всегда готовые к жюльбе, Поют все песни одной и ту же, Не замечая об себе, Что старее, то хуже. Где укажите нам Отечество отцы, Которых мы должны принять за образцы? Не эти ли грабительством богаты? Защиту от суда друзьях нашли в родстве. Великолепные соорудя палаты, Вот уважать, кого должны мы на безлюдии, Вот наши строгие ценители и судьи. Вот этот фрагмент я прочитала. Я выписала все слова из этого видео. И вот я вам сейчас все перечислила, Прочитала, показала. И когда уходя, я сказала, Власть народ, А вы зажравшиеся слуги, Бедного, обездоленного народа. Власть народ. Вот все слова, которые я сказала на этом видеоматериале. Вы знаете, что я хочу сказать? Я имею право критиковать власть. Я имею право. И я могу высказывать свое недовольство судебной системой. Вот смотрите. Ведь я народ. Согласно Конституции, я есть власть. Я есть власть. Единственным источником государственной власти является народ. Президент, правительство, все министры, судебная, исполнительная, законодательная система. Это все слуги народа. Все являются менеджерами, которых мы наняли решать наши общие проблемы. Вы все представляете наши интересы. Поэтому я, как ваш работодатель, всех работодателей, имею право высказывать свое недовольство. И я имею право критиковать правительство. У нас, вы знаете, Казахстан согласно Конституции, демократическая, правовая, унитарная, светская, суббика с президентской формой правления. Правительство, исполнительскую власть осуществляет правительство, да, в республике Казахстан, во главе с премьер-министром. Правительство, премьер-министр у нас назначается президентом. Затем, да, да, я понимаю. Да, да, я просто говорю, что я имею право критиковать. И вот я хочу сказать, что судебная система, да, я вот что хочу сказать, что я имею право критиковать и судебную систему. Судебная система у нас тоже утверждается, назначается президентом. А если у нас было бы настоящее демократическое общество, да, меня бы за то, что я сказала, проклинаю, вообще, проклятие, это является ли оскорблением? Однозначно нет. Если у нас будет проявление? Однозначно нет. Это не оскорбление. Это не оскорбление. Любую литературу, филологическую экспрессию проявить, это не оскорбление. Это и есть крик души. Уничтоженный человек. Любой человек проклинает, которого задет, который уничтожен, он любой проклянет. У меня есть вопрос. Вы нас есть еще, по мере того, что в университетной конструкции и президентской службы, где он подлежит, что сказать? Я просто хочу сказать, вот они, я прочитала все, которые судебные приставы на меня написали заявление, они сказали, там, у меня там написано, я их прочитала, все выделено, они написали там. Она нас оскорбляла, а точнее, а точнее проклинала судебную систему и правительство. С судебным приставам это никакого отношения не имела. К кому отношения? Я судебную систему. Причем здесь приставы. Живые люди, эти люди выполняют свои функциональные обязательства, они выполняют эти приставы? У меня какие к ним были отношения? Я кидал платок, это древняя традиция. На ваши слова, к кому были причины? Обязательно что? Это в целом, это система, которая довела от нас до проклятий, а этих приставов довела до того, что они вынуждены это слушать. Я вас услышала. Это система виновата. Я еще и сделаю слово. Вам. Как вы считаете? Спасибо.